Ну что, ребята, выехали мы на Венскую велодорожку. Восьмой день нашего велоприключения. И мы начинаем его в Вене. Уже мы выехали на эту велодорожку венскую, ой, дунайскую. Справа у нас Дунай. Кусты мешают вам это увидеть. И мы едем в сторону Братиславы. Так что удачи нам, ребята. Понтонный мост. Мост прикольный. С такими лампочками на круглых арках. А это типа вантовый мост, только обрезанный. Сначала и в конце. Ребята, я очень много проезжаю вот таких стендов, где показывается, что это дунайская велодорожка и кто здесь живет, какие животные. Вот черепахи какие-то здесь обитают, какие-то крепости. Здесь можно купаться. Велосипед, понятно, на лодке. Палатки можно ставить, как я и делал. На лошадях нельзя, огонь нельзя. И рвать ничего нельзя. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Я, ребята, проголодался, поэтому решил съехать с трассы, с дороги точнее, и найти магазин. Где-то должен быть здесь магазин, я не могу понять, где он. Нашел магазин Билла, Спарт, все вместе. Все в одном месте, иди куда хочешь. Я, наверное, в Спарп пойду. Так, ребята, немного информации, что из нас изменилось с последнего включения. Значит, да, я заходил в Спарп, купил продукты, перекусил чуть-чуть. Полдник сделал себе. Нормально себя чувствую сейчас. Ноги крутят. Так, посмотрел Братиславу. Ребята, потратил полчаса. Нету Братиславу велодорожек. Братислава пока не подключена до Дмятской велодорожки. То есть, надо доехать до какой-то крайней точки, оттуда делать разворот, выезжать через какие-то дороги широкие. А потом как-то через какой-то мост, который только скоростной, то есть туда нельзя заезжать пешеходным велосипедистам. Я не понял, а как вообще попадают пешеходы оттуда. Я не понимаю. Вот, и я что-то как-то помучился-помучился. Ничего не уходит. Братислава каким-то образом не хочет пускать велосипедистов. Но я решил, что ладно. В следующий раз Братислава будет. Я был в Братиславе. Гулял по нему. Я ездил на мотоцикле в рамках моей европейской турне на мотоцикле. Есть другой канал, на нем находится это видео. Там мои первые потуги поснимать что-либо на экшн-камеру, смонтировать. И это было на мотоцикле. Как раз я ездил в большую европейскую турне на нем. И тогда заезжал в Братиславу. И не только Братиславу. Если кому-то будет интересно, все-таки я сегодня... Ой, ну вот под этим видео оставлю ссылку на этот канал. Может туда записываться, может не подписываться. Я думаю, смысла нет. Я туда почти ничего выкладывать больше не буду. Все мотопришествия будут на этом канале. Сегодня останемся в небольшом городке, можно сказать, поселке. Название которого выговорить не могу. Честно говорю, я даже прочистить его не могу нормально. Это уже будет в Венгрии. Это венгерское название. Я когда подъеду, я все-таки постараюсь его прочистить. Вам, чтобы вы понимали, где я нахожусь. Там отдельный собственный дом с участком, с садом, с детской площадкой, всеми делами. Ну, как я люблю. С выходом в сад. За 30 евро. А Братиславе предлагали за 35 евро хостелы 10-местные. Вот такие вот дела. Все, едем. Ближе к Венгрии уже дорога вся гравийная. Велодорожка. Это да, это велодорожка. Это не деревенская дорога. Она используется тракторами. Естественно, в каких-то местах проехать практически невозможно. В смысле того, что это как трещотка. Отбрасывает так, что все вылетает. Офигительный спуск по городку. Но пока еще в Австрии, ребята. Номера австрийские везде. Но в скором времени заедем в Венгрию. Интересно, опять не замечу. Скорее всего, по велодорожкам, да, незаметно будет. Нет, пока еще асфальт попадается, ребята. Есть асфальт. Это велодорожка. Было обозначение, что это дунайская велодорожка. Правда, я дунай уже не видел минут 30. Я езжу в полях, по городкам, но не около дуная. Сейчас. Да, дунай-то далеко. Он куда-то туда закрутил дунай, а мы прямо едем. Маленькую. Вот такую. Блин, вкусные. Сладкое-сладкое. Надеюсь, от двух штучек ничего не будет. А если еще две штучки? Кожух не ем. Ой, как вкусно. Все, хватит. Ребята, они огромные. Ай-яй-яй. О, они какие. Метров, наверное, 40. Какие 40? Что я говорю, ребята? Около 100 метров, я думаю, что. Может, чуть меньше. И вокруг подсолнухи. Прикольно. И кукуруза. Вау. Потому что диаметр, наверное, метров 8-10 внизу. У нас опять гравийечка. Только что был спуск по гравию. Блин, такой скоростной. Я прямо стою, как на эндуро. Велосипед неустойчивый на таком песке. А здесь не гравий, а именно, ну, песок. Щебень очень мелкий, который, ну, плывет под колесами. По прямой, ну, поплоскочу еще и куда не шло, а вот горки это опасная штука. Ну, я прокатился так, с ветерочком. Сейчас, куда мы едем-то? А дальше еще хуже дорога. Да. Прикол сегодня будет. Ну, это велодорожка, ребята. Вон, видите, зеленый знак? Это говорит, что это вот велодорожка. Правда, это уже не совсем дунайская, а какая-то такая, европейская. Дунайскую я, по-моему, потерял. Съехал с него. Я говорю, Дунай давно нету. Где-то я ошибся. Ну, что же теперь делать? Значит, не дунайский веломаршрут кусочек. Не такой цивильный. Будет вот такой деревенский. Почему бы и нет? Я автономен. Если что, и ужин приготовить могу, и обед. И воды у меня достаточно. Почему это я? Потому что здесь не бывает магазинов в этих полях. Ты можешь ехать километров 50 и никого не увидеть. Кроме вот этих энергопроизводящих пропеллеров. Ну, и, соответственно, кукурузы. И еще какой-то культуры. Опа, асфальт. Да не может быть. Странно. Вот такие поля. И мы едем. Поселок Пама. Но пока в Австрии. Потому что слишком все красиво. Аккуратненько, все ухожено. Хотя не сомневаюсь, что в Венгрии будет то же самое. Да, это велосипедная дорожка, оказывается. Не автомобильная. Здесь едут автомобили, но в основном она для велосипедиста предназначена. Гопота, чистота. В этом городке, наверное, живет, ну, я не знаю, пару тысяч человек, не больше, а может меньше. А все оформлено. Ну, очень достойно. Езжу, ребята, не могу понять. Подождите. Сейчас дорога уходит налево, чтобы... А, вон, моя дорожка. Все. Еду, не могу понять, что-то изменилось, но не могу понять, что. Расстегнулся. Думаю, хорошо, что не одел шапку под... Ну, кепку под этот шлем. А то жарковато. Тут приходит мне мысль, солнышко вышло. Вот так вот, ребята. Солнце сегодня на восьмой день моего велопридешествия. Где-то на второй день он пропал, или на третий. И на восьмой он появился. Ну, я думаю, это минут на 15-20. Ну, ладно, хоть 15 минут порадует меня. И то хорошо. И то настроение уже миллион. Там на столбе было скоростя метр. Эти две машины передо мной проехали 62 и 58. Мне такая рожица была недовольная. Я потом проезжаю, у меня где-то 30. И он мне улыбается. Вот такие вот дела. Ну, что, ребята, я выгляжу, конечно, по-идиотски. И хожу по-идиотски. Ну, мы заезжаем в Венгрию, из Австрии. Вон там знак Австрии. Тут Венгрия. Все, заезжаем. В городах можно 50. За городом 70-90. На автопроводельных дорогах от 70 до 110. А на автострадах, то есть автобанах, от 80 до 130. Ну, в связи с какой-то пид транспорта. Мы будем ехать по велодорожкам. Не более 50 км в час. Поехали. Где-то до моей сегодняшней точки остановки на ночь. Осталось за 2 км. Поехали. Ну, что, ребята, едем по Венгрии уже. Асфальтах уже похуже, конечно же. Есть там. Но она новая. Просто некачественная. Некачественная изначально сделана. Хотя по автобанам, по большим широким трассам я ездил. В Венгрии, вдоль и поперек, на мотоцикле и на машине. Вполне приличные дороги, хорошие. Эта вот второстепенная дорога, она новая, но уже трещинами пошла. Но в целом неплохо. Только что я увидел знак поселка или города, куда я еду, но опять же я не смог выговорить на камеру. Я как-нибудь увижу еще раз, просто вам покажу, а вы сами прочтите. Дома уже, конечно, как в Австрии, но они стараются быть похожими. Вон обменники появились уже. Опа, на! А в Венгрии что, евро? Или, по-моему, венгерские форенты. Ужас! Как я буду питаться? Придется менять валюту, евро. И у меня началась велодорожка нормальная. Венгерская. С желтой полосой. Прикольно. И мы долго по ней будем ехать. Видите, ребята, велодорожка по-венгерски. То есть они его сделали, скорее всего, на европейские деньги, мне так кажется. И не ухаживают. И борта вот зарастает травой, выходит на асфальт. И она такая неровная, а вся зигзагами от того, что трава растет там, где ему не надо расти. За велодорожку ухаживать надо еще. За такой сложной, я бы сказал, инфраструктурой надо не то что ухаживать, надо глаз на глаз держать. Иначе она через 5-7 лет зарастет полностью травой. Ну, не знаю, видите, я такого не видел ни в Австрии, ни в Германии. А дома достойные, очень хорошие. Я не знаю, может, я в богатом районе где-то. Ну, так-то неплохо. Только что, ребята, был знак, что это Дунайская велодорожка. Странно, а где Дунай? Может, в этом месте, просто около Дуная, там структура, строение не позволяет дорожку сделать. Или здесь уже было, и поэтому решили его включить просто. Эта дорожка, она как бы обходит один из зигзагов Дуная. Дуная делает большой такой круг, а он идет прямо. А, Дуная, это Дуная, но в обход вот этого полукольца. Сокращает путь, скажем так, по Дуная. Хотя я не верю, что там дороги нет велосипедной. Может, там просто старая, какая-нибудь грунтовая, нехорошая. И власти решили, что ну и нафиг. Там нету инфраструктуры, кафе, ресторанчиков, места отдыха. Ну, как бы давайте вот это сделаем. Ну и сделали его. Наверное. Конечно, дорожка так вот асфальтированная, шикарная. Ну, по краям венгры не ухаживают, конечно, я вам уже говорил. Но так-то она офигенная. Правда, я здесь тоже не вижу никаких сервисов. Особо уже проехал километров 15 по ней. Пока не вижу ничего. Ну, города были, там, кафошки были. Но это особо отношения к дорожке не имеет. В любом случае, едем по Дунайской велодорожке. Я так понял. Называется это Европейская велодорога номер 6. Не знаю. Мне кажется, что-таки Дунайская другая дорожка. Или несколько. Да фиг поймешь, короче. Едем и едем. Ребята, вот наверху красной каемочки. Сами прочитайте. Мо-сон-ма-гу-а-ру-вар. И попробуйте прочесть быстро. В итоге, вот здесь я сегодня переночую. Мо-сон-ма-гу-а-гу-а-ру-вар. Короче, не знаю. Даже не хочу повторять ее. Надо будет найти обменник. Но сейчас рабочие дни, как бы не переживаю. Сегодня еда, питье у меня есть. А так я могу вообще, как бы карточка расплачиваться. Ну, если где-то надо будет какую-то новичку, у меня его нет. У меня дома есть. Там, не знаю, сколько-то форингов. Там, по-моему, тысячу с чем-то и две тысячи с чем-то. Я не помню. Я покупал его в тот раз, когда был здесь. И не потратил частично. Ничего себе, так городочек симпатичный. Ну, мы завтра с утра этот городочек посмотрим чуть-чуть. Ну, дороги, города все-таки здесь похуже. Вон, справа, вела дорожка. Она вообще такая вся скученная. Я по ней ехать не могу. Если бы она была гравинной, она была бы намного лучше. Еду по дороге, и здесь тоже самое. Обочина, как в Италии, короче. Похоже на Италию. Мой пансион. Вот он. Пойдемте, зайдем. А, видите, велодорожка прямо проходит рядом с ним. Вот я приехал сюда, и вот он. Все по велодорожке. 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 диван кровать какая разница журналисту реки есть рабочий стол есть кондиционер даже есть о телевизор и холодильник самое главное предбони такой большой с ковром шкаф не понял меня две спальни нормуль так я здесь буду спать на кровати лучше буду спать двухкомнатные апартаменты и чтобы вы понимали ребята за 30 евро у меня две комнаты диван и отдельная кровать еще даже не знаю где буду спать а дворик здесь бомбически пойдемте приносить сюда мои сумки и заодно посмотрим собственный дом большой сделал из него типа гостиницы соседний дом тоже красивый лет он и есть а это он где непонятно короче крыша общее вроде как вот здесь мой велосипед это называю барбакова шашлычная не такая же есть но у меня конечно получше камин будет там это такой покупной магазине типом и рулеру а мерлин купил ставил и готова вот тут мой велосипед таких джунглей будет стоять для плата а я там буду спать на мансарде снимаем кофра относим вверх и начинаем отдыхать и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok